Друзья мои, сегодня будет очень серьёзное видео. Как вы понимаете, опять о национальном притеснении и оскорблении чувств цыган. Я буду сегодня говорить очень-очень жёстко, очень-очень твёрдо. Кто-то опять начнёт мне писать по-любому, что я сумасшедшая, что я злая, что мне надо лечиться, что там это ещё что-нибудь. Я не злая, Заньки моя, я очень добрая тётенька и очень справедливая, законопослушная, но я просто ненавижу мразей. Мразей, которые не уважают права других людей и мразей, которые ненавидят другие национальности. В предыдущем видео я вам немножко уже рассказала о том, что мне звонили подростки. Значит, пять номеров, пятый номер мы нашли, это оказалась армянская девочка. Оказывается, до этого звонил её брат, ну там лет 14-15, так по голосу, вот. Ну, в общем, нашли папу этих армянских детей, папа извинился, потом и мама извинилась. Я опубликовала пост в интернете со скринами их номеров телефонов и там некоторые фотографии, которые были привязаны к этим номерам в Телеграм. В общем, папа армянский извинился, там потом и мама звонила армянских детей, попросила удалить всю информацию. Я удалила, потому что люди адекватные, всё хорошо. Один номер, один номер, к нему была привязана фотография в Телеграм, и мне начал ВКонтакте писать какой-то малец, что удалите мою фотографию. Вы вообще взяли фотографию чужого человека, я вам не звонил, у меня другой номер. Я говорю, хорошо, допустим, это не ты мне звонил, а какой-то из твоих друзей, который твою фотографию привязал к своему Телеграм-аккаунту. Скажи мне, кто это из друзей и назови его данные. Ну, потому что ты же не просто так меня тоже ВКонтакте нашёл, не просто так увидел эту запись. Тебе, видимо, твои дружки передали, что твою фотку выложили. Он в отказ, нет, нет, нет. Мы нашли его маму ВКонтакте, я написала его маме. Мама говорит, позиция мамы меня удивила. У вас есть 10, и даже у тебя есть 10 минут, чтобы удалить это всё. Я говорю, у тебя тоже есть 10 минут. В общем, короче говоря, что я хочу сказать. Вчера мне звонили ублюдочные дети. Да, зайки мои, вот именно так. Это ублюдочные дети. Родители в основном адекватные. Мне родителей даже, ну, не скажу, что жалко. Ну, вы знаете, не факт, что там какие-то родители плохие. Родители могут быть совершенно адекватные. Ну, вот, к сожалению, у них вот такие ублюдочные дети, которые ненавидят и оскорбляют цыган. Ну, что они мне говорили? Да, как всегда, посылали меня нахуй. Вот это вот, цыганка, цыганка, пошла нахуй, пошла нахуй. Ты нас хуй найдёшь. Ну, что это такое? И вы что думаете, что это единичные случаи? Я сейчас объясню, да, почему я так сейчас очень жёстко и твёрдо говорю. Да, ублюдочные дети. Ублюдочные, мразотные дети. Вот эта мамашка, да, вот этого мальчика, да, который мне стал писать, что уберите мою фотографию, я вам не звонил. Тоже мамашка мразотная. Ты не могла как-то более адекватно, да, подойти в эту ситуацию, объяснить, сдать эту падлу, которая мне на самом деле звонила. Вы же знаете все. У них там, у них там заиньки, все друг друга знают родители. Почему? Потому что армянская мама мне сказала, я сейчас всех родителей, кого знаю, я попрошу вам позвонить. Да, и после действительно мне позвонили две мамы. Две мамы мне позвонили, тоже очень аккуратненько извинились и попросили удалить. Их скрины, там и фотографии, и ссылки я удалила. Ну, а запись у меня какая была? Позорная, позорная, что ненависть к сыганам. Это что это за такие дети у нас нынче? Кстати, это не дети, заиньки мои, это не дети. Это уже далеко не дети. 14-15 лет, это уже взрослые люди. Взрослые люди, они уже и трахаются, и пьют, и курят. Да, да, родители. Я понимаю, вам неприятно это слышать. Но, к сожалению, вот они, они сейчас уже такие ублюдочные и мразотные, они уже не изменятся. Они просто научатся это скрывать. Они научатся не звонить тётенькам по листовкам, да, с сыганским танцем. Они научатся более культурно себя вести. Но в душе они останутся этими ублюдками. Вы знаете, почему вообще я так всё это жёстко снимаю теперь? Я вам объясню две причины. Во-первых, потому что это уже не баловство, заиньки мои. У меня вот такой список, там 60 или 70 номеров вот этих вот подростков, которые мне звонили за два с половиной месяца. Это один, два, три случая, пять, ещё можно было бы назвать баловством. Но это не один, два, три, пять. Это 60-70 номеров. Там вот такой список номеров. Вы понимаете, что это очень серьёзная проблема? Это уже не шутки, это не хайп, это не стёп. Это серьёзная проблема. Растёт поколение с фашистским мировоззрением. Вы понимаете? От чего это? Я не знаю. Может быть, это от родителей идёт. Может быть, это идёт из сети, из тиктока. Потому что мне говорили о том, что какая-то ненависть в интернете, она против цыган и против, ну, этих вот темнокожих афроамериканцев, она идёт. Она идёт. Это первая проблема, да? Почему я так жёстко говорю? Потому что я понимаю, что ситуация просто экстремальная. Экстремально ужасная. Ужасная. Во-вторых, заиньки мои, в этот раз меня поразило то, что мне звонили армянские дети. Ну вот кому-кому, но армяне, они должны понимать, насколько это мерзко, вот это вот унижение вот этих вот национальных чувств, унижение культуры. Я как бы знакома, да, тоже с историей, да, и как бы у меня были знакомы, да, из этих кругов, и им тоже не сладко. Приходится и приходилось. И вы понимаете, что эти армянские дети, ну я, как бы сказать, я когда звонила папе, да, этих детей, да, я понимала, что им достанется. Потому что вот в их семье должны понимать, насколько это мерзко, насколько это мерзко, ненависть к другим национальностям. И самый важный момент ещё, почему я так сегодня жёстко говорю, мне написала моя знакомая женщина, цыганка, она когда-то давно ходила ко мне на восточные танцы, она мне написала такое сообщение, что, Оля, я очень понимаю, что вот как бы вот о чём ты пишешь, да, потому что, ну ты видишь, да, что я сама цыганка, мама у меня цыганка была, мама умерла. Сейчас поподробнее об этом. И я всё время сталкиваюсь, говорит, с этим. Хотя, говорит, я законопослушный человек, я, то есть никогда ничего чужого не возьму, всё хорошо, но я с этим сталкиваюсь. В общем, её маме не так давно стало плохо, приехала скорая, и скорая с порога спросила, вы цыганка? Понимаете? У мамы был инфаркт. Скорая не рассмотрела инфаркт. Я просто читала посты этой женщины ещё до этого, она там описывала, что, по-моему, первая скорая не рассмотрела, они потом вызвали, по-моему, другую там увидели, и, в общем, у мамы там была клиническая смерть, её несколько раз в скорой помощи возвращали к жизни. Но мама, к сожалению, умерла. Я знаю это всё. Моя бабушка наполовину, как я думаю, была цыганка. Хотя, в принципе, этот вопрос никогда не обсуждался, но внешность у неё была такая. Я всё это знаю, я всё это понимаю. Это даже проблема, знаете, тут даже не столько в национальности, сколько в том, что у нас в медицине сейчас бесчеловечные, бездушные люди работают. Ну, скорее всего, вот эти вот. Понимаете, вот эти же подростки, понимаете, они тоже придут когда-то на место врачей. людей, учителей, полицейских, депутатов и других профессий. Они будут работать, но в душе они будут нести вот эту ненависть к другим национальностям. Я вообще, я в ужасе, что там в душе у этих подростков 14-15 лет. Вы представляете, это до какой степени надо опуститься, чтобы звонить какой-то женщине, женщине и посылать её нахуй, только потому, что она педагог по цыганскому танцу. Вы понимаете, насколько это мерзко? Значит, трое мам позвонили, двое ублюдков остались. Ну, и вот эту вот маразотную мамашку, которая меня грубила, тоже мы её убрали, потому что её сын более адекватный, кстати, оказался, чем эта маразотная мамашка, которая сразу начала с каких-то грубостей. Сын поговорил неплохо с моим мужем, и, в принципе, муж говорит, удали. Адекватный парень удали, потому что это даже он не звонил, да? Он там в Москве как будто бы, да? Значит, вот этот вот разговор, который я выложила, это вот с одним из ублюдков, которые как раз-таки не извинились передо мной по-нормальному. Там их двое. Они даже продолжали меня терроризировать всю ночь. Значит, один мне позвонил, вначале сказал, ну, извините, а потом он продолжил, он решил, видишь, высказаться до конца. Всё-таки вы тоже неправы, сказал он. Зачем вы там это, это, это? Я говорю, слушай, я говорю, а давай-ка лучше твоя мама или папа позвонят мне и извинят. Что-то, говорю, мне как-то не очень нравится, как ты передо мной извиняешься. И всё как бы. Нет, никто не звонил, потому что он боится говорить своим мамам и папе, наверное, о том, что я ненавижу цыган, и звонил тётеньке и посылал её нахуй, понимаете? Наверное, не может сказать, ну, потому что, может быть, папа и мама отреагируют так, что мало не покажется. Вот. Вот таких вот двое у меня ублюдков-гадёнышей остались, мразотных, которые, к сожалению... Нет, не к сожалению, к счастью, потому что у меня пост висит, я пост удалять, конечно же, не буду. Вот. Потому что, ну как... Несмотря на то, что они извинились, зайки мои, вы думаете, что они раскаиваются? Думаете, что они что-то поняли? Нет, зайки, родители тоже в том числе. Я понимаю, родители, вы, скорее всего, хорошие люди. И вы не виноваты, что вот такие вот ублюдки рядом с вами выросли, да? Они не раскаиваются. Вы думаете, что они раскаиваются? Да, вы за них извинились, они не раскаиваются. Я вам ещё раз говорю, это продолжается уже два с половиной месяца. Сколько мне этих малолетних ублюдков уже звонили и посылали меня на хэ и оскорбляли. И всё это касалось национального признака, национальности культуры. Я же в разговоре, ну, провоцировала, да, этот паренёк написал, что вот вы нас спровоцируете, чтобы они сказали впрямую, что они ненавидят цыган. Но они не совсем тупые, вот. Они понимают, что так говорить нельзя, да? Но с логикой у них плохо. С логикой у них плохо. Почему? Потому что, унижая культуру, а цыганский танец – это культура, вы унижаете национальность. Это унижение. Да, не прямое, но косвенное. Издевательство над культурой народа какого-то, это уже его унижение. И вот в этом плане они туповаты. У них с логикой плохо. У них как бы причинно-следственные связи, да, вот это проанализировать, соединить в одно, не работает. Я вам об этом часто рассказала, что это проблема современных школьников, что они мыслить и соединять разные вещи в одно не умеют. Тупенькие, тупенькие. Вы, конечно же, думаете, что я нервничаю, я переживаю. Ну, безусловно, я немножко нервничаю, но, знаете, это такой стресс, он хороший стресс. Стресс на самом деле нам нужен. Почему? Потому что он нам разгоняет кровь. Да, зайники мои, да, подписчик Александр, вместо того, чтобы попивать изредка водочку, можно просто иногда чуть-чуть стрессовать. Вот так вот, да? Чтобы кровь разгонялась и хорошо работала. Вот. И я, на самом деле, очень благодарна этим ублюдкам малолетним. Почему? Я вам постоянно рассказываю, что мы с мужем, как бы сказать, всё время по отдельности. Вот он в своей комнате, я в своей. У нас разные дела. Но когда нам начинают звонить эти малолетние ублюдки, мы с ним объединяемся, и мы весь вечер проводим фактически вместе. Мы общаемся. Ну, почему? Потому что мы объединяемся. У нас объединяет ненависть. Ненависть к этим малолетним ублюдкам с фашистским мировым зрением. Понимаете, да? И вчера мне мой муж даже, кстати, сказал, что, говорит, ты знаешь, это очень хорошо, что вот это они звонят, да? Это укрепляет наш брак, да? Внешний такой враг, да? Такой в кавычках. Да? Это как-то очень нас сближает. Правда, сближает. У нас, честно говоря, после таких вещей очень хороший секс. Мы вчера не стали заниматься. Ну, я думала, но потом думаю, не, устали, устали, потому что весь вечер мы дрючили этих ублюдков. Но я думаю, что сегодня секс будет просто великолепный. Я думаю, что да. И спасибо, спасибо вам, малолетние ублюдки, ненавидящие цыган. Понимаете? Я сделала на вас хайп, как всегда. Да, потому что я это всегда использую как рекламу для привлечения внимания. Секс с мужем у меня будет великолепный. Что будет у вас? Ничего. Вы как были тупые, вы так и останетесь тупыми и маразотными. И вот эта ненависть, которая будет жить в вас, она никуда не уйдет. Вот вам там сейчас по 15 лет, вы вырастите, вы останетесь все равно вот такими ублюдочными людьми. Останетесь. Напоследок, что я хочу рассказать. Вы знаете, мой отец умер не при совсем нормальных обстоятельствах. Он был алкоголиком, но жил во всяком случае. И он очень часто сидел в подвале. Знаете, бывают такие подвалы в пятиэтажках. Там каморочки есть. И эти все подвалы, они соединены подъезда, проходные. И вот моя бабушка все время думает о том, что они устроили в тот вечер, в тот день поджог подростки, там детишечки такие лет 12-13 из соседнего подъезда. Такие. Там такие детишечки, что, знаете, когда дети детишечки выходят на улицу, все бабки в округе разбегаются. Потому что, ну, детишечки вот такие вот, понимаете, мразотные. И вы знаете, я даже склонна тоже в предположение моей бабушке поверить. Ну, склонна. Склонна. Потому что я знаю сама, какие сейчас дети растут. Что им сделали цыгане, да? Вот у них в компании вчера у звонивших были армяне. То есть они армян тоже так же притесняют? Или армяне это другое, а? А вот цыгане чем-то мне нравятся. Знаете, что вот все дети там почти, которые звонили, да, у которых мы нашли, да? А это, я думаю, что все дети-то не бедные. Там у них у всех айфоны были. Ну, видно, когда тебе звонят, да? Там можно открыть, сообщение написать, да? Вот. Все с айфонами. Вот. Этот папа армянин, у него вообще фотка, что он живет дом около Ольгинского моста, который на реку вот эти недавно отстроенная, около этого, гостиница-то недостроенная, вот. Все играют в хоккей, эти дети, их родители тоже играют в хоккей. А хоккей, знаете, это удовольствие не для бедных. То есть, понимаете, да? Состоятельные семьи, хорошие, не голодующие, не быдло какое-то. И вот они так развлекаются, развлекаются ненавистью к цыганам. Может, еще к кому. Может, они вообще пиздят, не знаю, бомжей на улице. Черт их знает, что от них можно ожидать. Представляете, да? Представляете, какие мразотные, какие мразотные люди, да? Айфоны есть, я уверена, что и образование все есть. Нет, все равно надо кого-то ненавидеть, кого-то притеснять. Фу, противные, противные мразоты.